Всем привет! С вами ProSkill with Blitz. Сегодня в этом видео хочу показать эпичные бои, которые были сыграны на ISU-152. В обновлении 8.8 перевели ее в HD качество. И относительно недавно разработчики нерфили скорость поврота шасси и чуть-чуть давали запаса прочности. Поэтому я думаю в ближайшее время ее точно трогать не будут. А на данный момент это одна из самых сильнейших ПТ-САУ за счет БЛ-10, так как ДПМ лучше, чем у 704-9 уровня. И хорошее пробитие. У нас карта Золотая Долина. Смотрю я то, что большинство моей команды поехало в город. Не вижу смысла поддерживать это направление. Если мы его потеряем, меня достаточно легко закатят. Светится Т71 и куда-то он бежит. Скорее всего к нашим в корму. Берем фугас и подлавливаем на 900. Начало приятное. Поджимается ИС-5, благо на меня не батится. Ну здесь нужно его обрабатывать. Тем более мой союзник забатился на него. И он на него отвлекается. Тем временем пока все неплохо. Забрали двоих противников. А мы прекрасно помним то, что ИС-5 можно пробивать фугасом в корму. На тысячу почти. Какие-то баги с текстурами. ИС-2 красавчик. То, что на себе батит. Ну нужно ему выдавать. И забираем. В городе пока ситуация странная. Потому что там в приемочке два танка находятся. И нашим проблематичным будет такой продавить. Хочу я занять верховую позицию. Чтобы у меня был хоть какой-то прострел по городу. Остаемся вчетвером. У команды противника светится ИС-152 на респе. Главное не подставиться под нее. Но моя задача разменять ледяного. И с кормы еще фуловая химера. Рано или поздно она приедет. Я пытаюсь как бы показать, что ну сдавай назад. Чтобы под тебя подставлялись. Думаю, что могут с кормы зайти. Поэтому заранее взял упреждение. И выкатывается франкен. Спокойненько сводимся. Даем на 700. ИС-152 спускается вниз. Но в данной ситуации мы остались вдвоем против четверых. Я понимаю, что рано или поздно приедет химера с кормы. Нужно ее принимать. А это опасная стэшка с эльфой 440. И тут, откуда ни возьмись, летит. Немного багует реплей. Не обращайте внимания. Даем на 560. Неплохая эльфа проходит. Ну как неплохая? Маленькая эльфа проходит. Но он берет и таранится. И нам это на руку остается 500 хп. И спокойненько забираем. Видим, ИС-152 едет понизу. Не хочу от франкена получать. И дает у меня, закидывает на 500. Но главное в этом бою это забрать ИС-152. Зацеливаем заранее. Но он там аккуратно на самом деле выехал пикселем. В корму залетает АМХ с барабаном. У него 1100 хп. И опять он таранится. Может пройти эльфа. У меня максималка говорит, не проходит эльфа. Но с поджогом забираем. И остается шотный франкен. В теории достаточно легко доиграет. Но у меня 450 хп. По мне может пройти эльфа. Потому что у него пушка с голдовыми ББшками. Один фугас. Зацеливаем. Даже если он пикселем вылезет. Мы его подловим. Аккуратненько. Пытается меня разводить. Ну я не выдержал и стринул. Ну предсказуемо в маску орудия. Там фугас по минималке прошел. И он едет. Он думает то что ПТ на КД. В такой бы ситуации. Если бы я был на борще. 15 секунд. Скорее всего меня бы забрали. Но у нас 12 секунд КД. И спокойно его забираем. Вот такой вот бой. Ну в чем он импичный. Так как мы забрали Химеру. Ну она лоханулась. Втаранилась. Если бы она не таранилась. А стала бы меня крутить. Скорее всего я бы там поиграл. И второй нюанс. Это прошла альфа по Аймыксу. Тем более он опять же втаранился. И мы фугасом с поджогом. 6000 урона. Давайте посмотрим кто против нас оставался. Это была Химера. Грамотный почти боец. Так Аймыкс. Боже мой. Ну тут бывает. Дальше. ИСУ-152. 51%. И Франкен. 52%. Поэтому не все так плохо. И идем на второй бой. Как дополнительно. Карта Форд. Если мы играем на ПТ-САУ. Здесь мы можем отыграть два направления. Либо поехать стандартно в кустик. Вот в этот. И прикрывать СТ-шек. Но у нас всего лишь одна ЛТ-шка. Поэтому я решил отыграть балкончик. Туда и выдвигаюсь. Тем более у нас большинство команды в виде ТТ едут сдерживать это направление. У команды противников одна ПТ-САУ. Не прям опасная. Светится уже СТ-шка. По центру. И занимаем свою позицию. Зацеливаю проезд. Бывают медленные танки. Едут через этот город. И мы можем подловить спокойно. Светится могильщик. Я зацеливаю. Ну вдруг подставится. И видим в городе. Максимальная агрессия происходит. Сумушка прокатывается. На нашу часть карты. Но я не успел подловить. Геймплей ПТ-САУ. И СУ-152. Он должен быть аккуратным. Вы как рыбак. Приехали. Зацелили позицию. Не надо куда-то лезть. У вас все равно не такой запас прочности, чтобы разменяться. У нас опасное орудие. Мы всегда успеем его реализовать. Он тут подставляется АМХ. И грех ему не дать. Едет Дефендер. Мы потеряли уже одного бойца. На СТ направлении не все хорошо. Потому что там остается одна ПТ-САУ против двоих. Я не тороплюсь спускаться. Потому что прекрасно понимаю. Рано и поздно противник поедет. Додавливать. А у нас находится тяжик в достаточно хорошей позиции от Кустика. Подставляется Сумушка. У нас хорошее пробитие. Поэтому мы не чувствуем его брони. Видите? Вот он. Тяжик. И рано и поздно. Но они захотят его продавить. И окажется в окружении. Подлавливаем могильщика. И едет Дефендер. Даже не обращает на нас внимания. Выезжаем. И начинаем его наказывать. Остается шопным для нас. А если бы мы поторопились бы и поехали бы принимать противника в лоб, скорее всего поиграли бы. Я не хотел от него получать. Но он как-то долго выцеливал. В данной ситуации видим то, что с кормы Бэшка поехала в объезд. И могильщик, ну седьмого уровня, не такой уж опасный танк. Поэтому наша задача это ехать его забирать. Тем более Сом едет уже через объезд. Альфа не проходит. Остается 50 хп. Пытаемся танковать. Там достаточно сложно с этого танка попадать, пробивать. И добираем фугасика. У Рыбы уже все неплохо. Осталось два танчика. И с кормы заходит Тайп. В таких ситуациях маневренность чувствуется. Ее понерфили. И в данный момент я понимаю то, что Тайп будет сдавать назад. Не подставляться. А Сом уже едет с кормы. Нужно хотя бы одного минуснуть. Остается у меня 300 хп. Успеваю довернуть. Танкануть. И танкую. Но допуская его к себе в корму. Он с такой маневренностью грех не допустить. И меня забирает. Что мы видим? Из АФК весь бой стоит. И у нас остался Скорпиончик. Ну надежда только на него. Лютые лагерри плея бывают. И он прокатывается тут бортом. И он грамотно подлавляет. Красавчик. Набиваем 5000 урона. Смотрим. Результаты. Ой. Как-то странно. Не отобразило. Давайте там. Мастер. Здесь мастер. И кто был там на Соме. 50%. Кто продавливал ТТ направление. АМХ продавливал. 53%. Я думаю тайп грамотный. Не знаю. Я процентов 58 дал. 51. Но много боев. И Defender. Подставлялся. 53%. Магильщик. 49. Всем спасибо. Кто посмотрел данный видеоролик. Оценивайте. Оставляйте свои комментарии. Как вам ИСУ-152. На данный момент. Потому что скорее всего. Как я сказал в начале видео. Ее не будут трогать. И мы уже этому танку. Понерфили маневренность. Но зато дали запас прочности. Как бы это намекает на то. Чтобы отыгрывать. Аккуратно. Не ехать куда-то на СТ направление. Потому что вас достаточно легко будет крутить. Но у вас ей поднялась выживаемость. Все равно я считаю. Это самая сильная ПТ. За счет своего орудия. И слава богу. На данный момент. ВГ его не трогает. И ДПМ офигенный. И пробитие на уровне. Поэтому пишите. Как вам эта ПТшка. Качайте вы. Не качайте. Хотели бы вы ее вкачать. И как по сравнению с другими ПТСа. Восьмого уровня. Не забывайте подписываться на группу. Ка все ссылки в описании. И так же на Ютуб канал. И всем пока. До новых встреч.